Итак, всем привет, с вами Саша Джаггернаут, и это свежайшие новости на 26 января. В общем, открыв танки, я увидел такое прям вроде бы радостное объявление, что выходит обновление 310, изменённый ранг лимит и новая карта чека о покупке кристаллов. Но, прочитав всю суть этого объявления, конечно же, я серьёзно приуныл. Так вот, читаю. Уменьшение силы удара рельсы и смоки. Игроки с недостаточным скиллом, которые не умеют управлять Хорнетом или Васпом, но которые его всё-таки одевают, жалуются на то, что их переворачивают пушки с сильной отдачей. Про смоки я, конечно же, не знаю, но с рельсы это удавалось на ура. Они ноют разрабам, что, мол, понисти удар, понисти это, понисти то. Это меня, конечно же, серьёзно огорчило. У меня, все вы знаете, рельсы качаны до М4, то есть там последний параметр прострела я только не трогал. Вот, и я рельсу, отдачу качал в первую очередь для того, чтобы были какие-то, я не знаю, улучшения в паркуре, то есть чтобы я дальше закидывал. И, как правило, чтобы иметь именно такое преимущество, чтобы переворачивать всех и вся. И что делают разрабы сейчас, я, конечно же, понять не могу. Они идут на поводу у маленьких нубиков, у которых умение играть так и не отработалось, но они хотят как бы нагибать, играть наравне со всеми. То есть они одели в аспик, они хотят побыстренько устырить флаг, и чтобы их никто не перевернул, и никто не кинул в мину. И вот, пожалуйста, разрабы у нас делают такое обновление. Так что вот, ребята, радуйтесь. Ладненько, читаем дальше. Новая карта. По многочисленным просьбам в игру была добавлена доработанная версия прошлогодней карты с Новым Годом. Кто её просил? Я не знаю. То есть, я вам скажу, более того, много игроков возникало, потому что разрабы, они не сделали полноценной картой к этому Новому Году, а просто добавили старую, ну и добавили гоночную. За гоночную отдельный респект. То есть, гоночная карта мне понравилась. Но, что они два раза ввели вот эту карту 2014 года, а потом же её ещё ввели как и обычную, то есть, ну, как и в летнем варианте. Я не знаю, кто там их просил, кто там им писал. В общем, беспредел реально. Изменение ранг-лимитов для старших званий. Зачитаю. Раньше воронто-офицеры на М1 вооружении могли легко попадать в битву генералиссиусом. Поправочка небольшая. Воронто-офицеры. Это они имели в виду пятых воронто-офицеров? Ребята, чтобы не обижать вас, не обижать подписчиков, я создаю максимально допустимое звание. Пятый воронто-офицер. Сейчас же, сейчас же, я могу создать лишь до майора. Вот так вот. Да. Скажите спасибо нашим любимым разработчикам. Разработчики не думают, что воронто-офицеры могут заходить не только на битвы, но также и на паркуры, где, кстати, отдача рельсы тоже, сука, важна. Она там очень сильно важна. Но нет. Им пишут нубики, им пишут школьники, нас переворачивают, нас нагибают генералиссимусы. Боже мой, если тебя нагибают, не заходи. Я не знаю, что движет вот этих вот, как сказать, недовольных игроков. Заходить туда, где им не нравится. Если мне, допустим, не нравится играть в хори-рельсу, если у меня не заточены под нее руки, я элементарно туда могу не заходить. Что дает им такую мотивацию заходить туда, где их нахлобучат. То есть они прекрасно знают, что в битвы с генералиссимусом им пизда. Но они все равно, они туда заходят. И потом недовольные, когда их нагнут, они бегут разрабам и пишут. Типа, сделайте ранг-лимит. Окей, вот вам сделали. Карты открываются по-новому. Но это, конечно же, меня никак не затронет, потому что я уже генус. То есть для меня все карты будут доступны. Но, помнится ранее, карты открывались после ребаланса очень в таком хаотичном порядке. То есть некоторые карты могли быть доступным игрокам со звания генерал-лейтенант. То есть кто помнит, это вроде карта Кураж называлась. На карте мало кто играл. Но она была, вот знаете, довольно-таки такой запретным плодом. Чек на почту при покупке кристаллов. Кому это нахер надо? Да. Так, небольшое изменение. Карта Безумия поддерживает до 32 игроков. Если подметить ранее, там было 20 доступных. Такс, а ускорение прицела шафта в снайперском режиме было увеличено. Такс, ребята. Пиздахаем на форум. Так, стало ли комфортно играть на легких корпусах? Так, стало хуже, блядь. Довольны ли вы добавлением карты Александровской? Нет, мне похуй. Понравилось ли вам изменение ранг-лимит? Нет, не понравилось. Ребята, я надеюсь на вашу снисходительность, и что вы также ответите, так же, как и я. Разрабы делают хорошо, но только для нубиков. Но что делать нам, генералиссимусом, тем же самым воррент-офицерам, которые хотят попасть ко мне в битву, тем же самым генералам? То есть я не обобщаю всех хай-левела. Это обновление не понравится многим. Я все понимаю. Они делают, чтобы играть было легче. Но не большинству игрокам, которые сейчас на данный момент сидят в танках, а тем, которые только что вот пришли, и у них опыта играть нету, и они вот пишут всякие им изменения, чтобы они ввели. Давайте, думаю, вы меня поддержите. Конечно же, бунт я ни в коем случае никакой не хочу устраивать. У меня и так с разработчиками связи практически никакой нету. То есть меня просто-напросто послали нахуй. Разработчики, они потихонечку отделяют хай-левелов от нубиков. То есть чтобы меньше у них контакт шел. Вот сейчас я впервые соглашусь с Ромой Дивиди, хай-левелов выживают. То есть они идут на поводу у мелких нубиков, которые жалуются, что вот, мол, их переворачивает рельсы, переворачивает смоки, и все, надо как бы их похилить. Фух, это реально, это очень меня задело. То есть я донатил ровно год назад, еще раз повторюсь, я донатил около 13 тысяч рублей на микропрокачки. Я прокачал Викинг, Викинг понерфили. То есть он сейчас стал хуже диктатора. Окей. Я качал рельсу, рельсу сейчас понерфили. То есть до чего-до чего, даже до рельсы сейчас добрались. Я качал фриз, фриз еще когда там, летом вроде понерфили. Длину струи фриза уменьшили намного. Да и хп вроде. Харнет, Харнет сразу понерфили. То есть они поняли, что они накосячили, что не все, они учли. И сразу давай изменять, а что делать мне? Я не знаю, верните тогда мне что ли кристаллы? Просто не первый раз это. Я молчал-молчал, и я как бы зарекся не обсуждать никакие релизы, но, ребята, это уже конкретный перебор. Спасибо. Спасибо. Спасибо.